Привет, друг! В 2019 году я получил степень бакалавра за свою выпускную эквивалюционную работу, которая называется «Распознание речи виртуальными ассистентами», то есть Алисой, Алексой, либо же Сири. Вот эти вот ассистенты, которые ты берешь в свою мобилку, говоришь «Хеллоу, Сири, хай, Сири, подскажи, который час, сколько время вообще, да, и какой сегодня день?» Или же напой песню «What does the fuck say?» Да, и сегодня у нас 2021 год, и один из зрителей нам написал сообщение «Егор, мол, можешь ли создать видос, как создать своего помощника, как создать своего какого-то домашнего робота, либо же домашнее ПО, которое будет помогать тебе по жизни?» Собственно, да, я могу заснять такой видос, и, соответственно, мы будем отталкиваться от двух составляющих, что это может быть как софт, так и это может быть просто хардвэр, то есть это будет робот, который двигается у тебя дома, это намного более сложное осуществимо для обычного школьника, потому что необходимо железо, необходимы некоторые металлические конструкции, это больше инженерная такая часть, но это тоже, в принципе, реально. На софт же, софт ты можешь реализовать в любом возрасте, имея только компьютер, и также можешь на телефоне, если, в принципе, да, ты можешь написать софт, плюс потом, да, в принципе, это реально. В общем, давайте же углубляться в наше познание, что необходимо для того, чтобы создать своего голосового, либо же просто помощника по дому. Первоначально необходимо определиться с его целью, то есть для чего он тебе необходим, что он будет делать. Например, это будет планер, например, вот я создаю видео на 7 каналов YouTube-каналов, у меня есть русскоязычный, русский шорт, плюс также английский англоязычный, плюс испаноязычный, немецкий язык также, индонезийский, плюс также у меня по кодингу есть еще один канал, где я просто говорю такими вещами, как var x equals to the one, или же var y equals to two, и так далее. То есть это просто я говорю какие-то фразы на каких-то языках программирования. То есть, например, fun, func, function, и также, например, я говорю import pandas, import seaborn, import, например, matplotlib, либо include conioh, include stdio, includes там c-signal, и так далее. И также запускаю for loops, также while loops, и другие loops, лупы и пупы. В общем, дамы и господа. И, соответственно, необходимо определиться с целью, что у тебя будет. Вот если планер, то как раз-таки у меня 7 YouTube-каналов, и для каждого мне необходимо ежедневно планировать, какой видос я хочу заснять. Естественно, ты не будешь каждый день писать там, вот мне нужно на этот YouTube-канал, на этот, на этот, на этот. Можно это оптимизировать. Как? Можно создать дополнительные переменные, которые будут называться канал такой. Это канал номер один, канал номер два, канал номер три, канал номер четыре, канал номер пять, канал номер шесть, канал номер семь. И для каждого из них есть мемочки, в которые можно что-либо вписать. Мемо в, например, в Delphi, либо же в Object-Oriented, Object-Oriented, да, Object-Oriented Languages в OOP, то есть в объектно-ориентированном программировании, это мемочка, куда ты можешь кликнуть, то есть определенный Rectangle, либо же это будет Circle, либо же это будет определенная фигура в виде треугольника, любая фигура, это возможно, куда ты кликаешь определенным образом своей мышкой Keyspressed, и тогда у тебя есть возможность что-либо туда вписать. То есть ты вписываешь какую-то стринговскую переменную, то есть какая-то у тебя будет переменная в виде строки, строки точнее, да, то есть ты вписываешь какие-то элементы, какие-то символы туда. Например, у меня канал такой-то, тут уже есть такая надпись, есть, вот представь, необходим планер, необходим планер для меня, для тебя, то есть для твоих вещей, возможно, вот, что по математике надо сделать, что по физике, по химии и так далее. Так же выглядят журналы, например, что задали нам дневник, то есть в школе, что нам задали по математике, и ты каждый раз не пишешь математика, а оно уже готово, что есть определенный шаблон, определенный пример, куда это, трафарет, куда это вставлять можно. Итак, представь, что у тебя есть окошко, то есть rectangle, который содержит из себя, также у него есть width и есть height, то есть есть высота по y, есть также длина по, или ширина по нашему дорогому, по x, то есть есть ось ординат, есть ось x, то есть absciss, и есть определенный rectangle белого цвета, например, то есть 255, 255, 255 мы филим его. В джаваскрипте на P5 на процессе это реализуется таким вот образом. Зафилили его, то есть fill, это заливку сделали данного бэкграунда, то есть это бэкграунд и обозначили его цвет. Дальше у нас имеется раз интеджеровское переменное название твоего предмета, либо канала, либо же какой-либо деятельности, которую тебе необходимо сделать, то есть как бы, что, какое направление, в котором ты движешься, например, в математике, физике, в химии, либо же в танцах, музыке и также в рисовании. И есть определенные мемочки под ними, то есть есть вот стринговские значения, стринговская переменная номер 1, стринговская переменная номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, то есть 7 стринговских переменных, куда уже что-либо вписано. И есть мемочки, то есть мемо 1, мемо 2, мемо 3, мемо 4, мемо 5, мемо 6, мемо 7, то есть 7 различных полей, куда ты что-либо вписываешь. И, впрочем, все у тебя готово. То есть ты вписываешь, и дальше это выводится на экран, что необходимо сделать. Либо же оно соединяется у тебя с доковским документом, куда у тебя это, допустим, отправляется. Либо с базой данной. С базой данной это намного лучше осуществить. То есть MySQL здесь подключается, либо SQL, либо же в Excel у тебя в таблицу это будет записываться, что когда ты вобьешь первую колонку, то тогда в первом столбце, в первой строке у тебя появляется вот такое-то. И если ты вбил во вторую, то тогда в первом столбце во второй строке это появляется здесь. Когда ты вбил в третью, то тогда в первом столбце третьей строке появляется здесь. Когда ты вбил в четвертую, в первом столбце четвертая строка появилась здесь. Это определенная связь с таблицами уже идет, с базами данных. Можно их в некотором образе так создать. По сути, таблица — это некоторое содержание внутри базы данных, потому что база данных — это некоторые таблицы, которые между собой как-либо связаны, либо не связаны, потому что есть релятивистские, есть не релятивистские, а релятивистские, где есть отношения между какими-либо составляющими данной таблицы. Итак, то есть у тебя оно будет сохраняться и, допустим, приписываться время. Ты нажимаешь на кнопку, то есть там есть баттон, ты вписал туда, раз вписал, два вписал, три вписал, четыре вписал, пять вписал, шесть вписал, семь вписал, то есть семь различных категорий вписал, нажал на клавишу и при нажатии на клавиши оно сохраняет у тебя в твоей базе данных, в твоей базе данных идет сохранение в определенной ячейке. И также есть упоминание в чуточку верхней ячейки, то есть мы сместим немного, что первое, что мы вписали, это будет теперь первый столбец, вторая строка, второе, что мы вписали, это первый столбец, третья строка, третье, что мы вписали, это первый столбец, четвертая строка, а на первой строке, первом столбце нашей базы данных будет обуславливаться твоя дата текущая. То есть, допустим, ты когда нажал накликнуть, то отобразилось в первом столбце, первой строке, что какая сегодня дата по local time. То есть сегодня у нас, допустим, 20 октября, мы заполнили, и у нас отобразилось на 20 октября у нас такие-то цели, потом на 21 такие-то цели и так далее. При этом есть возможность выбирать определенную дату, например. То есть у тебя еще есть какой-нибудь календарик там внутри данного планера, и ты можешь выбирать, на какую дату это сохранить. И тогда у тебя сохраняется такое-то, такое-то, такое-то. И при этом планов может быть несколько. Допустим, разрешено 3 таких вещи иметь, 3 списка планов на определенный день разрешено тебе иметь. Либо же больше, либо же бесконечное количество, либо же конечное. Но обычно конечное можно обознать, что если ты запланировал больше, чем 3 раза, то тогда уже на другой день планируй. Такая система возможна. То есть по итогу 7 умножаем на 3, получаем 21 цель, ты можешь ежедневно ставить. Либо же ты можешь сделать 28, либо 35, либо же 42. То есть это уже 7 умножается на определенное число. Это определенное перемножение. Собственно, вот таким вот образом ты делаешь планер. Это один из помощников, который у тебя возможен для реализации. Это уже определенный софт, определенное вспомогательное устройство. Дальше. Как можно пойти дальше и это улучшить с точки зрения виртуального помощника. То есть преобразование звука, чтобы было. Чтобы ты не просто записывал, а, например, ты говоришь, дорогой голосовой помощник, пожалуйста, впиши в первую строку, первое такое-то, 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 такое-то значение. Или, допустим, впиши в цели, поставь мне цель по музыке, что я должен потренироваться в игре, там, аккорды поиграть определенные. Поставь мне цель поиграть на фортепиано и изучить, например, мажорные аккорды, да. Вот, поставь мне цель изучить мажорные аккорды. И тогда он вписывает в музыкальное направление как раз-таки такую-то вещь. Это уже такая более сложная структура, потому что, когда есть слово аккорды, то тогда должно учитываться, что это уже относится к цели по музыке, например. А когда ты вводишь, например, поставь мне цель нарисовать то-то, 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 то тогда оно должно относиться к художественным делам. То есть это уже осознавание, какой токен использовался, какая фраза была использована. То есть это уже работа с языком. Natural Language Processing, то есть какие слова используются в той или иной ситуации, какие слова используются в этом контексте, какие в этом контексте. То есть когда вы говорите про музыку, то вероятнее всего вы используете такие фразы, как гитара, фортепиано, гобой, плюс также фагот и другие музыкальные инструменты, оркестрация, в том числе оркестр. Но оркестрация также может использоваться и контейнеризация, например, это в Докере, либо же в Дженкинсе, либо же в Кюбернетисе, либо же в иных деплойментах, то есть развертывочных программных обеспечениях, таких как также Ansible, да, и СТИО, и прочих. И которые используют там Hypervisor, плюс также Operating Systems, то есть хостовскую Operating Systems, также Virtual Machines, то есть виртуальные машины. И, собственно, как реализуется наш голосовой помощник. Голосовой помощник, по сути, работает на фонемах. Фонема — это элементарная единица языка, которая представляет из себя определенный звук. Например, дом, либо ток, код и так далее. То есть ток и код, по сути, они содержат те же самые набор букв один и тот же, последовательность другая, и звуки тоже другие, которые там содержатся. Например, ток, код, дом или мод, если с точки зрения мод как исполнитель, либо же мод как мод в Майнкрафте, дом как дом, да, и так далее. Дом так же, как DOM, то есть Document Object Modeling и прочее. Document Object Model и другие. И, соответственно, если тебе необходимо создать что-либо, то тут уже идется аналоговый такой преобразователь, CAP, либо ACP, то есть аналоговый цифровой преобразователь, цифроаналоговый преобразователь, когда уже идут определенные наши колебания, наш воздух, который здесь сжимается. Он поступает на наш микрофон дорогой, который здесь находится, и вот эти вот все волны, определенные колебания считываются определенными штучками, которые находятся внутри микрофона, то есть определенными компонентами, и они считывают наши вот эти вот колебания воздуха, которые идут, которые идут с определенной частотой, и они передаются на компьютер с помощью определенного сигнала. То есть сейчас я уловил такое-то колебание, я уловил колебание в такое-то количество герц, следовательно, отобрази это на экране в виде такого-то графика, в виде синуса, косинуса, тангенса, катангенса, секонса, косеконса, то есть тут уже тригонометрия и unit circle подключается, то есть единичная окружность. Когда вы это что-либо делаете, то есть записываете что-либо, у вас фонемы вы произнесли по, по, пи, по, мо, ма, ми, мо, му, мэ и так далее, ц, цо, цу, и это различные фонемы, которые вы произносите, различные звуковые единицы. И он их соединяет потом и преобразует в слова, в зависимости от того, как вы натренировали данную модель. То есть я говорю, например, модель, и он такой мне выводит, что здесь есть модель, модель, да, например, какая-то ль, 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 это не то же самое, что и ль, 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 да, это разные три фонемы, которые есть ль, 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 и при том есть ль, 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 вот такие есть еще звучания. Это различные частоты, это достаточно большая работа с точки зрения анализа звука, анализа фонем, анализа частоты, которая есть. Частота определяет то, насколько у тебя высокий звук, то есть, допустим, вот таким вот голосом, это у нас высокая частота, и вот такие вот голосом, это будет низкая. И, соответственно, колебания у низкочастотных, они вот такие вот медленные, у высокие, то есть те, которые высоко звучат, они вот так вот, да, то есть вот такие вот голоса, они звучат вот так вот. которые низкие, они звучат вот таким вот образом. И также есть амплитуды. Амплитуда определяет то количество децибел, которое содержится в твоем звуковом файле. То есть в вавовском либо mp3 файле. Например, амплифайер — это как раз-таки то, что увеличивает амплитуду, то, что увеличивает определенное количество децибел твоего звука. Это определенная амплитуда твоего сигнала. То есть то, как далеко идут твои вот эти вот волны, волны, которые расширяются вот таким вот образом. И, соответственно, если я говорю громко, то в этот момент у меня... Я не стал прям сильно громко, но вы поняли, что когда я говорю громко, то амплитуда увеличивается. Когда я говорю тихо, то амплитуда уменьшается, и она прям совсем про... еле слышится. Да, и то есть это различные амплитуды. Это еще один из способов реализации. Теперь, если говорить конкретно про создание какой-либо структуры, тут давайте вместе поделаем это, потому что я на данный момент времени, но я планирую это делать. То есть создавать свои устройства, создавать свои мобильные устройства, создавать свои компьютеры, создавать свою технику, создавать свою электронику. Это я планирую делать. То есть это интересно, как минимум, это изучить. И как это делается. Давайте же вместе представим, что мы делаем какого-либо помощника. Помощник, по сути, у него есть определенные движения рук, определенные вещи. И давайте представим сейчас шлагбаум, который у нас открывает, закрывает какой-либо проход. По сути, это такое элементарное устройство. Когда у нас машина подъезжает к определенному моменту, то открыть. Когда машины нет, то закрыть. То есть это определенные условия. Есть ифов. Иф машина находится здесь, то сделать то-то. Она работает, то есть наши дорогие шлагбаумы автоматические, они работают через определенные датчики, которые что-то считывают. Считывают, допустим, какое-то количество света, которое попадает на какое-то устройство. И там фотончики такие летят, и все это считывают. То есть это необходимо изучить детекторы, какие у нас имеются, какие у нас имеются датчики в нашем мире. Дальше, как осуществляется поднятие и так далее. Это осуществляется с помощью, вот у нас электрончики есть, потоки тока различные, плюс также есть магнитная индукция, которая там происходит. То есть это все James Clerk Maxwell, то, что очень много трудился в данном направлении, ампер, то, что много трудился в данном направлении. По сути, это определенное устройство, которое от силы тока определяет какое-то движение другого элемента. По сути, это в некотором роде магнитная составляющая, даже я бы так описал. Потому что, если так логически подумать, то почему у нас электричество работает таким вот образом, что мы можем заставить какой-то элемент двигаться? Потому что там есть магниты. Магниты, они могут как раз таки притягивать элементы, могут отталкивать их. Соответственно, чем выше у нас какая-то сила тока, либо же меньше, то у нас идет изменение наших каких-то магнитных составляющих в нашем мире. Соответственно, благодаря большому, допустим, силу тока, то есть определенному, можно сказать, напряжению, либо же определенному какому-то показателю электронному, то есть мы не будем сейчас говорить конкретно, что за показатель, но определенный показатель увеличивается, соответственно, магнитная сила увеличивается, и тогда она помогает нам преодолевать какие-то структуры и заставляет что-либо двигаться. То есть это так работают практически все элементы, которые у нас здесь находятся, вполне возможно. То есть это одна из моих предпосылок, которая вполне возможно так и действует, что есть определенная сила, которая помогает запустить это в работу. То есть определенная такая составляющая, энергия некоторая, которая запускает вход в механизм, там уже биосавара лапласа подключается с различным теплообменом и прочее. То есть это физические, физические составляющие, там законы Киркоффа, также у нас закон ОМА подключаются, Максвилловские вещички, также различные правила Буравчика, правила правой руки и левой руки, то есть это различные электронные вещи, которые у нас действуют. Что из себя представляют, по сути, точнее даже не датчики, а мониторы, дисплеи. Дисплеи это определенный набор пикселей, определенный набор элементов, которые могут подсвечиваться. Подсвечиваться под сути, это вероятнее всего химические какие-то элементы, это опять же мое предположение. То есть я пока что не изучал, но я планирую, я планирую изучить данную сферу более подробно, как оно работает. И, соответственно, вероятнее всего они работают с помощью каких-то химических элементов, что они вот так вот запускали одно составляющее, второе, третье составляющее. В зависимости от количества тока, которое было подано, либо же какой-то электрической электромагнитной силы, которая была подана на них, они определяют, какой цвет будет загораться в той или иной ячейке. То есть если мы представим обычную схему, то есть в физике, что у нас имеется какой-то переключатель, есть какая-то батареечка и есть также лампочка. Когда мы переключаем лампочку, то лампочка, точнее, когда мы переключаем наш... Когда мы свитчер делаем on, то есть включили, то есть положение включено, то лампочка загорается, потому что мы поставляем определенный ток, определенную силу, определенную энергию, которая заставляет ее нагреваться определенным образом, поставляет энергию, которая поможет нам обеспечить вот это вот свечение внутри данной вакуумной, можно сказать, вакуумной структуры. Вероятнее всего, вакуумной. То есть это я еще планирую тоже изучить, как оно работает в нашу дорогую лампочку более подробно. И, соответственно, вот такая вот вещь. Я могу это объяснить с точки зрения программирования, то есть с точки зрения, что если переключатель включен, то тогда лампочка загорается и так далее. То есть логическая структура, математическая такая. А с точки зрения физики, и тут уже больше химия, даже химия, физика совместно, они тут работают, как происходит движение всех материалов. По сути, мы можем частично это объяснить, потому что почему полностью не можем, потому что если мы полностью могли бы это сделать, то тогда у нас должно быть... Если мы можем полностью объяснить, как все работает в нашем мире, то тогда мы знаем, откуда мы появились, знаем, откуда все произошло и так далее. То есть это пока что ведутся диалоги. Из того, что нам известно, это charm, различные tau, плюс электрон, плюс нейтрон, протон, позитрон, позитивная, то есть определенная позитивная заряженная частица. Также у нас, то есть есть электрон, позитрон, пози, да, позитив, намбер. И также есть еще у нас мионы, да, фимионы, также кварки. То есть есть такой сет, сет, состоящий из кварков, из также лептонов и также фимионы, да, у нас вроде имеется... и что-то является сетом, сабсетом. То есть такие вещи есть. Есть up, есть down еще, есть charm, есть trench, есть также top, есть bottom. Это определенные частицы, из которых все это строится. Есть определенные цветовые частицы, по сути. Если все работает как в компьютере, то мы, в принципе, можем определить их легко, потому что что-то я, по крайней мере, слышал из кварка, кварк-related topics, то есть топиком, тематики, относящейся к ним, что у нас очень много структур, они определяют цвет, определяют density, то есть определяют плотность частиц, определяют то, насколько они плотно стоят, и их магнитные составляющие. То есть, по сути, каждый элемент, каждая структура в нашем мире, она имеет определенный показатель. То есть есть определенные, можно сказать, атомы, да, вот если простецким языком говорить, ладно, частицы, есть определенные частицы, и у них есть у этих частиц определенные свойства, которые при взаимодействии с другими частицами обуславливают определенную реакцию, а при взаимодействии с еще одной частицей, то другая реакция обеспечивается. Это вот как раз-таки, что у нас имеется. По различным помощникам мы, в принципе, поняли, что мы можем создать голосового помощника, который будет улавливать твой голос, голос другого человека. Естественно, у каждого из нас свой голос в различных диапазонах, Например, от ля первой октавы до ля второй октавы, либо же от ми малой октавы до ми первой октавы. То есть это тоже один из возможных вариантов, которые мы можем реализовать в наших вещах. Также с точки зрения музыкальных инструментов у нас есть различные диапазоны. И, естественно, мы можем определенным образом задавать, что при определенной частоте будет такая-то ситуация у нас обеспечиваться. По цвету. Цвет, если обеспечивать все вещи, то это записывается в RGB, RGBA, либо же в HSL, HCL схеме. То есть это Red Grid Blue, Red Green Blue Alpha, либо же это Hue Saturation Lightness, либо Luminosity, и также Hue Channel Luminosity или же Lightness. Это тоже одна из структур есть. Также у нас есть мировые такие вещи, такие как высота над уровнем моря, Altitude, также Longitude, а и также Latitude. Это широта и долгота у нас имеются в нашем мире, которые мы замечаем вокруг. Это, по сути, все представляет из себя определенные геометрические фигуры в некотором образе. Точнее, это точки, которые располагаются на определенном пространстве. И также есть кватернеоны у нас, есть сединеоны, также октонеоны, которые позволяют нам ротировать какие-либо объекты в пространстве с помощью различных разверток элементов. То есть мы разворачиваем, также обеспечиваем проекционную развертку, UV преобразование. Также мы можем использовать уже тут различные переменные, которые вы можете использовать. Это различные безе, то есть кривые безе вы можете использовать для рисования каких-либо объектов, либо эпициклы. Вы можете использовать, также вы можете использовать безе как линейные, также как квадратичные, плюс кубические кривые безе, что имеется point all, point one, point two, point three. И также, если это будет квадратичное, то .0.1.2, и если вы используете линейные, то здесь .0.1. Также вы можете использовать различные треугольники, то есть triangles, также вы можете использовать rectangles, то есть это четырехугольники, прямоугольники. То есть также вы можете использовать square, можете использовать quad, то есть это задать точку 0.1.2.3 и нарисовать определенный объект, либо 0.1.2.3, вот такие вот точки задать у объекта и тем самым нарисовать какой-либо элемент вы можете. Также вы можете это делать с помощью различных элементов политопов. Политоп — это, по сути, многоугольник. Есть также многогранник, это полихедрон, то есть, например, тетраэдер или же симплекс. У нас имеются такие вещи. Также у нас есть различные структуры, которые содержат многоугольники, такие как, например, октагон, содержит 8 углов в нашей структуре. Либо же это будет хексагон, содержит 6 углов, либо же это будет пентагон, 5 углов, то есть вот такое вот у нас. Либо же октагон — это у нас вот так вот. И другие элементы, которые вы можете создавать тоже. Есть окружности, есть также определенный радиус окружности, который может использоваться. Синусы, косинусы, секунсы, косекунсы, тангенсы, катангенсы. Также могут использоваться пределы. Derivatives — это у нас производные, которые вы можете в той или иной ситуации использовать. Также есть truncate. Truncate — это когда вы работаете с SQL базами данных, вы можете использовать truncate функцию. Также вы можете использовать различные функции с точки зрения columns, rows. Что такое у нас различные линии вертикальные? Вертикальные — это когда х равняется 2, 4, 6, 8, 10 постоянно, а у изменяется от определенного значения до другого. Как задаются горизонтальные линии? Горизонтальные линии задаются уравнением через y равное 2, 4, 6, 8 и так далее, например. 10, 12, 14 и так далее. Например, четное значение. И тогда у нас х занимает положение от 0 до определенного числа. Либо же от определенного числа до определенного числа. Если мы задаем это в разрешение 1600, то тогда это будет от 0 до 1600. Если мы задаем в разрешение 1920 по нашей оси X, то это будет от 0 до 1920. Если мы задаем условное, точнее общее уравнение для всего этого, то тогда будет от 0 до resolution. Resolution и get, то есть получить resolution от текущей системы. Cure resolution, то есть текущее разрешение, которое имеется на данном экране, например. Также мы можем создавать различные кнопки, button, то есть на которые мы кликаем. Также есть radio, где вы выбираете один из трех, например. Также у нас есть checkbox, галочка, галочка, галочка. По сути, галочка, вот эти вот галочки, checkbox мы можем использовать также, когда создаем свои планеры, либо же scheduler, то есть определенные планировщики, когда вы планируете что-либо на будущее, ежедневники, когда вы делаете, там по сути как раз-таки чек-лист, to-do-лист определенной работы. Checkbox, tickbox, так же он называется. То есть это вы тоже используете. Есть различные кнопки закрыть, это уже ивенты определенные происходят, также mouse X, mouse Y есть, когда вы воете своей мышкой по различной категории. Это тоже возможно реализоваться. Есть скроллеры, есть слайдеры различные, есть работа, когда вы определенным образом скроллите в своем телефоне, там тоже есть определенные вещи. Также работают векторы здесь, различные линейные трансформации с матрицами. Тут идет работа shear, skew, также skewness определенное происходит. Также есть определенный reflect, вы можете использовать, отразить по вертикальной прямой, либо отразить по горизонтальной прямой. Это различные линейные трансформации с матрицами связанные. Также вы можете сделать, например, поворот, rotate 90 degrees, либо же в другом определенном, определенной категории angle mode, можете определить degrees. То есть есть такая вещь, например, P5, это когда вы делаете angle mode, то есть angle, потом mode, и там указываете degrees, например. Измерять это в наших дорогих градусах. Можете измерять в радианах. Радиан, то есть это вот так вот у нас там тоже имеется такая структура, это у нас определенная вот такая вещь, которая накладывается сверху. То есть вы можете почитать про радианы, также имеются стереорадианы для таких вот объемных стереометрических фигур. Это тоже может использоваться. Могут использоваться римминовские многообразия также, также различные группы, группы ли, плюс различные работы со статистикой. Тут уже у нас подсоединяется bell curve, либо же deviation, отклонение от какого-либо значения, плюс также используется min number, то есть среднее арифметическое значение. Плюс также используются различные медианы, то есть у нас есть 10 объектов, мы берем 5 и 6, складываем и делим их пополам, например. Или же если у нас 9 объектов, то это получается у нас 5 объект будет медианой. Либо же у нас используется, например, что... Также мода есть. Мода это часто повторяющаяся вещь в какой-либо категории. Какое программное обеспечение вы можете использовать для того, чтобы все это закодить, чтобы сделать. Есть какая-то VDHL, или VHDL, вроде для работы с hardware, то есть как раз-таки у вас будет, если вы используете робота, создаете, который двигается, перемещается по XYZ, у него есть свое velocity, то есть скорость, есть определенное ускорение у него тоже, которое присутствует по X, по Y и по Z. И вы можете робота, вот как раз-таки с hardware закодить, можете с машинных кодов из Assembly Language начинать, например, Turbo Pascal, либо же Fortran 19 и так далее, Assembler, либо же есть такая вещь, как Bytecode Java, Bytecode JavaScript, да, есть такие вещи. Также есть языки программирования высокого уровня, такие как JavaScript, также Java, плюс C, плюс Q, C Sharp, C, C Objective, плюс Go, GoLang, ну то есть GoLang, это одно и то же, Ruby, также есть Rust, например, PHP для работы с различными веб-приложениями, фреймворками, также есть Markup Languages, такие как HTML, например, чтобы создавать какой-либо сайт, есть также Style Language, CSS, например, чтобы создавать определенные структуры внутри вещей, также jQuery имеется у нас, это уже с Java связано, что вы такую вот вместе работаете, создаете какие-то веб-приложения, например, также имеется у нас, да, PHP, R, R это для конкретно работы с данными, статистикой и прочими категориями, плюс также Swift, SwiftUI, это для работы на айфонах в основном, также есть Kotlin для работы на Android, плюс другие различные в языке программирования вы можете использовать и библиотеки к ним, например, для Kotlin, там есть Kotless, Kotest, плюс также Ktor, плюс также Kotlin Serialization, также Doka, также Xodus, плюс имеются другие различные для вот этой структуры Vaadin, например, это тоже одна из вещей, которые вы можете использовать для нашего дорогого Kotlin. Также есть Lua, и плюс вы можете это работать в связке Lua и плюс Love, есть Love определенная такая вот структура наподобие как Unreal Engine, либо же Unity, в котором вы можете работать, и Lua соединяется с Love, и как раз-таки вы создаете что-то в данной категории, что вы кодите на Lua, и в Love это все делается. Я не особо работал на данный момент, но я планирую работать с Love и с Lua тоже больше. Также есть PowerShell, который позволяет со строкой работать, Bash, да, там бэчить различные вещи, можно пушить, пулить, это уже в различных... А, это в Гите. В Гите вы можете пушить, пулить, также вы можете клонить что-либо, это уже в Гит для проверки версии, то есть тут уже различные CI, CD, пайплайны идут, когда у вас идет разработка чего-либо, и там есть шесть различных категорий, то есть три здесь, три здесь CI, CD, то есть как вы работаете, как вы сперва создаете, потом тестите это всевозможным образом, потом еще раз итерируете, и потом опять по кругу это все делаете. Определенная структура построена, можно сказать, практически на Agile, когда вы так вот один спринт, второй спринт, третий спринт и так далее. Это определенная разработческая такая структура, можно сказать, определенная environment, environment, даже можно сказать environment structure, environment helping tool, environment process, environment process, возможно, да, в некотором роде, когда вы двигаетесь. Кстати, вот я просто сказал, есть processing, это для JavaScript, плюс также P5, есть также brackets, с brackets, кстати, работают сейчас у меня есть друзья, которые как раз-таки обучаются в Megai, университет, который я завершил, и они как раз-таки работают в brackets, связанные с картами, то есть они с картами работают, там какую-то вещь выполняют, я просто заходил к ним в чатик и видел, там структура в brackets практически такая же, как в HTML, если не ошибаюсь, я правильно все это заметил, поэтому это так, нужно будет потом чекнуть эту информацию. Есть различные node.js, да, node.js, express.js, также имеются различные next.js, nest.js, nux.js, плюс другие различные chart.js для рисования графиков, различных pie-чартов, либо box and whiskers, то есть есть box and whiskers, это когда вот так вот, и плюс там это обычно в трейдинге используется, либо же в экономических различных вещах, вы можете это использовать, преобразовывать. Есть преобразование Fourier, Fast Fourier Transform, который вы можете использовать, например, у вас есть одна голосовая дорожка, есть вторая голосовая дорожка, вы их соединяете, используете Fast Fourier Transform, когда они преобразуют и получается отдельная такая составляющая, то есть Fast Fourier Transform часто используется в звуковых различных преобразованиях, плюс также используется в... просто график вам необходимо нарисовать другой, например, у вас есть определенная структура, вы нарисовать что-то хотите, и Fast Fourier Transform тоже может здесь быть использован. Есть различные экспоненты, когда число Эйлера используется, также логарифмы, также SQRT, то есть SQRT это square root, также есть square, когда вы возводите что-то в степени, это у вас получается парабола, также есть различные кубические вещи, кубические, да, кубические вещи, плюс также у вас имеются... Так, есть кубические, есть параболы, есть гиперболы, когда вы так рисуете, да, гиперболоиды, соответственно, уже там объемные структуры вы различные делаете. У меня где-то даже написано маноид, надо посмотреть, что такое маноид. Сейчас, милочку, сейчас мы даже загугли. У меня записано, вчера я открывал свой маноид. Я открывал маноид, abstract algebra, branch of mathematics, маноид is a set equipped with an associative binary operation and identity element. Ага, интересно, просто вчера я открывал свой ежедневник за год, так, 2016, и там у меня было написано, посмотреть, что такое маноид, и сейчас мы посмотрели, в общем, это с бинарными операциями связано. Также у нас есть тернарная операция, бинарные, унарные, то есть это в зависимости от количества, то есть один унари, плюс также binary, также тернари, это три, также есть у нас polynomials, это полиномы, полином же Галкина, да, есть различные, плюс также полином, это по сути многочлен, то есть бином, это у нас будет binomial, это как раз-таки двучлен, да, и также имеются различные ряды, то есть series, например, Taylor series, либо же у нас есть, например, Taylor Series, Fourier Series, да, также Poisson, Poincaré, вещи у нас имеются в нашем мире, вы тоже можете Poisson, Croissant, да, и всякие вещи. Bonsoir, всем, да, хорошего вечера, дамы и господа, Bonsoir, Bonsoir, да, так, ну, Bonjour, Bonsoir, Bonsoir, да, пожелаю вам хорошего вечера, живу-суэт, Bonsoir, дамы и господа, и, да, также вы можете использовать Python, его различные структуры, которые внутри него содержатся, например, PyTorch, либо же NumPy, SciPy, ScikitLearn, также Sci... да, 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 ScikitLearn, SciPy, также SimPy, плюс также другие структуры от него, OpenCV вы можете использовать, различные DLib, это уже для других структур тоже LibUF, и другие вещи, модули, библиотеки, модули, библиотеки, фреймворки IDE, то есть IDE, например, IDE, это Integrated Development Environments, и другие структуры вы можете здесь использовать. Что самое главное понять, это что все практически визуальное, это строится по типу сетки, то есть есть сетка grid определенная, и там есть определенные columns, есть определенные rows, либо же у нас положение x, положение y они имеются, они имеются и заполняются определенным образом, определенными переменными, интеджеровскими, то есть целочисленными, также вещественными, это у нас float-овские, также у нас идут стринговские, и плюс characters, то есть это определенные символы, которые туда вписываются, также есть булевские, булевы-переменные, которые либо да, либо нет, либо true, либо false, либо один, либо ноль, и так далее, это у нас различные переменные имеются, И это вы можете создавать. Также, что у нас имеется? Да, это по поводу этого стоит запомнить. Также есть константы. Число Эйлера 2,71 плюс так примерно. И также есть 3,14,15,96. Это у нас как раз таки число π. Есть число τ, это которое равняется 6,28,3 и так далее. Там пошло-поехало. Это различные константы. Можете подгрузить также Больцмана, да, различное число. Плюс вы можете загрузить, например, число планка, постоянная планка. Плюс различные для kx гука, да, вот эти вот деформации связаны. И плюс другие различные константы вы можете тоже подгружать. И тем самым вы что-либо сделаете. Корень из двух различные вещи. Также в imaginary units, то есть ваши мнимые единицы, что есть i равная корень из минус одного, например. Это используется в кватернеонах, соединенных и актонеонах как раз таки, чтобы обеспечить поворот, ротейшн каких-либо элементов. И там, как я уже сказал, что есть определенная проекция, которая вот так позволяет вам распластать вашу сферу, например. Либо же какой-нибудь цилиндр, который производит поворот. И вы вот так вот ее обеспечите. Различные есть размерности также. Также 1d, 2d, 3d, 4d, 5d, 6d и так далее. Тут уже тензоры подключаются. Тензорфлоу частенько оперирует таким значением. Также numpy. Это как раз таки с многомерными массивами связаны. Что обозначает dimension? Dimension как раз таки размерность. Например, у вас размерность 1. Это определенная линия. Размерность 2. Это у вас и ось x, и ось y. И определенная plane. Определенная структура. Определенная площадь, которая здесь занимается. Кстати, по поводу площади. Тут сразу входит у нас в определенное описание, что есть определенный personal, personal area network, PAN, есть также local area network, LAN, есть также MAN, metropolitan area network, есть также WAN, это wide area network, которая имеется в нашем мире. Для того, чтобы соединять все наши вещи с портами, с различными хостнеймами там у нас имеется. Но это уже серверная такая часть. TCP, IP, HTTP, HTTPS. Подключаются здесь уже различные протоколы, связанные с Hypertext Transfer Protocol, также TCP, это Transmission Control Protocol, IP, это Internet Protocol, и другие DNS. Здесь подключаются различные структурчики, системчики, связанные с доменами и прочими, с domain name structure system, или как-то там оно называется. В общем, понятное для нас имя для IPшника, для нашего адреса, где это все реализуется. Так, об этом мы сказали. Вы можете использовать все эти структуры, в принципе. Можете использовать HBase, также Firebase Authentication для различных аутентификаций, если вы хотите создать помощника, и там, например, в помощнике внутри него вы хотите авторизоваться и создать какую-то структуру, что вы вводите свое имя, вводите пароль, и для него доступен, доступен для него доступ, открыт доступ к данному помощнику. Либо же вы можете сделать это через OpenCV, то есть через Camera Vision, да, когда вы, Computer Vision, когда вы анализируете, что да, это именно этот человек, он поворачивал голову, различным образом вы определили его черты лица, и вы можете на основе этих данных сделать, то есть это различная биометрия уже подключается. Вы можете также по пальцу, по биометрии пальца, что у нас есть определенные вот тут следы, которые оставляют наши пальчики, определенный код тоже считывает биометрию, вы тоже это можете реализовать на своих вещах. Тут у нас уже потом вы можете различные вещи дома обуславливать, например, там Internet of Things появляется, что все у вас соединено через интернет-каналы, умный дом, там все такое. В общем, господа, желаю вам успехов, все у вас получится, разрабатывайте свое программное обеспечение, разрабатывайте своих помощников, это очень интересно. Самое главное, продолжайте изучать все эти вещи, продолжайте изучать матрицы, продолжайте изучать различные структуры, такие как Jenkins, также Docker, Kubernetes и другие вещи, и также GRPC, да, RCP, RPC, GRPC, да, GRPC, продолжайте изучать, продолжайте изучать, также различные логарифмы, log, ln, log 10, продолжайте изучать функции математические, min, max, floor, также сил и другие различные структуры, multiplications, также quotient, это как раз-таки частное от какого-либо, есть у нас делитель, это у нас divisor, есть также, да, есть делитель, это, делитель, это divisor, да, есть dividend, это у нас делимое, то есть делимое, и есть делитель, и есть quotient, это частное, как раз-таки quotient, от этого идет Q, есть такие вот определенные числа, есть set чисел, там комплексные числа, плюс натуральные числа и так далее, интеджерские. И это тоже продолжайте изучать, все у вас получится, дамы и господа. Создавайте своих помощников, изучайте также абстрактные вещи, точнее, абсолютные числа, absolute value. Это модули, по сути, в русском языке они называются, что, например, у нас вот такой график, это y равное abs x, да, есть еще вот такой вот, это y равное минус abs x, то есть он вот так вот будет выглядеть, есть такой, есть такой. Есть объединенное множество, что есть вот одно, а не одновременно вот такие. И это у нас тогда система уравнений уже получается. Изучайте систему уравнений, изучайте дефеоморфизмы, гомеоморфизмы, также гомоморфизмы, дефеоморфизмы, это когда вот так все поплыло, гомоморфизм это схожий, точнее, гомо это такое же, гомео это подобный, то есть примерно, примерно такой же, схожий по таким же категориям. Изучайте это все, изучайте геометрию Лобачевского, и изучайте Евгелидову геометрию и также Римманову геометрию. Все у вас получится, дамы и господа. Байесовские теоремы используйте для того, чтобы различные вероятности высчитывать, и байесовские эстимейтеры, оценщики, плюс также scatterplot изучайте, плюс другие различные графики, также теорию графов, и все у вас получится, дамы и господа. GraphQL вам в помощь. Всех благ вам, развивайтесь, всего доброго, пока.